Всем привет, друзья! Меня зовут Давид и вы находитесь на YouTube-канале Видеошоппер. Это Nothing Phone 2. Именно такое немножко на русское произношение. Смешное название, но телефон совсем не смешной, а интересный. Есть свои плюсы, есть свои минусы. Подробнее в этом обзоре о нем расскажу. Как вы понимаете, это вторая версия. Первая была чуть попроще, но в целом тоже интересная. Вызвала определенные интересы людей. Я думаю, все-таки много людей достаточно им попользовались. Это еще один бренд и мы говорим, добро пожаловать. Чем больше производитель, тем лучше нам, покупателям. Все мы покупаем смартфоны и чем больше игроков на рынке, тем производителям приходится прилагать усилия. Делать телефоны лучше, не завышать цены, чтобы мы их купили. Собственно, этот бренд отдельный. Он не принадлежит, как я понимаю, никакой крупной компании. Это не китайский подвал, это сразу все хорошо. Это фактически флагман. Но давайте по порядку. Вес телефона 200 грамм, грубо говоря, при диагонали 6,7 дюймов. Экран, кстати, маледовский, очень сочный, очень яркий. О нем я подробнее расскажу буквально через 30 секунд. Сам телефон скользковатый, реально бампер бы не помешал. Сам телефон собирает отпечатки. И основная фишка, конечно, это светящиеся диоды. Это какой-то киберпанк в хорошем смысле. Все очень круто, очень круто. Позже к этому вернемся. Очень хочется рассказать про экран. Почему? Потому что он здесь особенный. С одной стороны, ничего такого уникального нет. Да, телефон почти флагман. Да ладно уж, что там, флагман все-таки. И экран у него хороший. Технология, естественно, AMOLED, LTPO. Это герцовка от 1 до 120. Энергосбережение хорошее в этом экране. Он сочный, яркий. И 120 Гц отрабатывает просто на ура. Телефон очень шустрый, очень быстрый в работе. 120 Гц ставьте. Пусть энергии потребляет больше, но тактильные ощущения просто потрясающие. Благодаря флагманскому процессору. Но основная суперсила этого телефона, это высочайшая яркость 1600 нит. Таких телефонов единицы. Только в этом году Xiaomi, кстати, ни Samsung, ни iPhone, ни кто-то, Xiaomi перешагнул на своем флагмане отметку в 2000 нит. Здесь 1600. Это очень много. И на ярком солнышке экран будет читаться очень хорошо. Учитывая, что это еще AMOLED. Производители большие молодцы. Запас, карман не тянет. Не обязательно использовать всю яркость. Но то, что она есть, это прекрасно. По экрану поэтому вопросов никаких нет. 120 Гц, 6,7 дюймов, Full HD, высочайшая яркость, сочная, приятная картинка. Молодцы. Подробнее про светодиоды. На самом деле фишка интересная. Единственный нюанс. Нужен телефон, как вы понимаете, экраном вниз везде держать. И на столе, и не знаю, где-то, чтобы видеть их. Не уверен, что этим будет много людей пользоваться. Но выглядит технологично, интересно и отличается от других. К примеру, подсоединяем зарядку и видим, сколько еще он заряжаться будет. Уведомления настраиваем. Все это пробегает световой волной. Можно по-разному сделать. Он достаточно гибкий. Но будет ли это востребовано, непонятно. Они уже делают второй телефон. Немножко расширили функционал. Добавили больше диодов. Но остается спорным решением. Но в любом случае, хотя бы он выделяется. Понимаете? Хоть что-то новенькое. Чтобы вы понимали, эта катушка беспроводной зарядки и обратной зарядки. Именно она. Остальное все все равно скрыто за пластиковыми элементами. Сам телефон, как уже говорил, скользковатый. Я бы ему бампер все-таки какой-то прикупил. Единственное, бампер нужен прозрачный, чтобы эту красоту все не скрывать. Стереодинамики в телефоне есть. Это важно. Звук достаточно хороший. Водозащиты нет. Опускать его даже в пресную воду нельзя. Водозащиты точно нет. Только базовая, как на всех смартфонах, защита от брызг. По процессору тут все прекрасно. Это Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 Plus. Именно с приставкой Plus. Это прекрасный процессор, который позволяет играть в тяжелые игры. Который не троттлит, не тупит и не нагревает телефон. Полный порядок. Я поиграл в мобильную игру PUBG Mobile. Примерно где-то минут 30 самое малое. Нагрева не было. На максимальных настройках телефон отлично работает. Очень классно. И провели дополнительный еще троттлинг-тест. Где-то две трети времени. Минут 10 все было прекрасно. Потом частота несколько упала, но это не является проблемой. Самое главное, телефон не нагрелся. Поэтому я могу с уверенностью сказать, что это настоящий флагманский аппарат. Его можно брать для игр. Можно брать для тяжелых каких-то сценариев использования. Экран рассказал. Внешний вид рассказал. Про это рассказал. Хочется поговорить с вами о камерах поподробнее, но не затягивая. На самом деле все просто. Здесь две основных камеры. Одна 50 мегапикселей широкоугольная. Вторая камера основная. Основная камера с оптической стабилизацией широкоугольная с электронной. Но на самом деле ничего страшного. Если мы говорим о качестве фотографий, то большинство фотографий с основной камеры получаются приличными. И дневные, и ночные. Но не более того. А он не дотягивает до уровня пикселя iPhone или Samsung, на мой взгляд. Но для человека, который не ищет супер фотоаппарат в телефоне, будет более чем достаточно. Единственный минус. Иногда фотографии получаются не особо хорошими. Притом даже при дневном свете я не понимаю почему. Не должно так быть. Просто хороший. Все хорошо. Камеры вроде тоже хорошие. Но иногда бывают осечки. Но в целом фотографии хорошие и днем, и ночью. И на основную, и на широкоугольную камеру. Зато фронталка, она на 32 мегапикселя. Вообще вопроса ни единого к ней не возникло. А великолепного качества фотографии. Если мы говорим о видео, начну с фронталки и похвалю. Фронталка пишет видео в Full HD. Настолько хорошо в 60 FPS, что я бы предпочел поменять ее местами с основной камеры. Она снимает хуже в Full HD. Качество просто потрясающее и талонное. Поэтому если вы снимаете себя, ну если вы там, не знаю, для Инстаграма, для Ютуба, то этот телефон, как камерафон, вам подойдет просто на 100%. Не нужно покупать какой-нибудь iPhone или Samsung новенький. Этот снимает великолепно. Правда, Full HD на фронталку? По основным камерам с видеозаписью есть нюансы. Если мы говорим о Full HD, неважно, 30 или 60 FPS, и основная широкоугольная камера снимает посредственно. Неплохо, но и не отлично. Ну ладно, снимают более-менее хорошо. Но я бы не стал такие видео выкладывать, не стал бы снимать на них влоги или путешествия. Лучше на этом телефоне активировать режим 4К 60 FPS, но можно и 30, но лучше 60. Почему? Потому что плавности немножко не хватает, но в целом стабилизация работает хорошо, и качество видео уже повышается достаточно сильно. Снимайте, если у вас такой телефон, не жалейте. Пусть файлы весят много, но зато качество видео хорошее будет именно в 4К 60 FPS и на основную и на широкоугольную камеру. Осталось про батарею рассказать. Сразу отмечу комплект. В комплекте нет зарядного устройства никакого, к сожалению. А телефон поддерживает проводную зарядку относительно быструю 45 Вт. Нужно будет докупить, если у вас ее нет еще. Заряжает батарейку 4700 мАч почти за час, как раз там 56 минут, по-моему. Есть, конечно же, вот она беспроводная зарядка, 15-ваттная, не очень быстрая, но все-таки полтора часа, где-то час 40 займет зарядка полностью. И есть обратная зарядка 5 Вт. Это зарядит другие устройства. В целом автономность не поразила, она достаточно средненькая, как и у всех телефонов на топовых камнях Snapdragon. С утра до вечера доживет при нагрузках, но не более. Зарядку с собой возить придется. На этом сегодня все. Понравился ли вам такой телефон? Хотели бы вы его себе купить? А может быть вы купили первую или вторую версию? Опишите свой опыт использования. Основной интересует, пользуетесь ли вот этой вот фишкой. Или вы просто ее отключаете. На этом сегодня все. Спасибо, что нас смотрите. Подписывайтесь на канал Видеошоппер. Всегда много новинок, всегда много интересного. С уважением, Давид и команда Видеошоппер. Счастливо, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok